Ирина Токмакова. Вечерняя сказка. Я целый день бродил в лесу. Смотрю, уж вечер на носу. На небе солнца больше нет, остался только красный след. Примокли ели, дуб уснул, во мгле орешник потонул. Затихла сонная сосна, и наступила тишина. И клёст молчит, и дрозд молчит, и дятел больше не стучит. Вдруг слышу, ухнула сова, да так, что вздругнула листва. Угу, уходит время зря, потухла на небе заря. Давай утащим, крикуна, пока не урезла луна. Угу, другая буркнула в ответ. Я не доела свой обед. И снова первая. Угу, ты вечно мелюшь чепуху. Мы не успеем долететь, ведь дверь могу запереть. Просай обед, летим сейчас, возьмём его и кончим сказ. Раздвинул ветки я плечом и крикнул. Совы, вы о чём? Почистив клюв, одна из них мне отвечала за двоих. На свете странный мальчик есть. Он сам умеет кашу есть, линкор умеет рисовать и злых собак дрессировать. Но только скажут, спать пора, он рёв заводит до утра. Не гасите огня, не просите меня, всё равно не усну, всю постель переверну. Не желаю, не могу, лучше к совому бегу. Мы рассудили так и так. Раз этот маленький чудак ночами не желает спать, ему совёнком надо стать. В дупло мальчишку принесём, пять страшных слов произнесём, дадим волшебную траву и превратим его в собу. Тут совы с места поднялись и в тьму ночную унеслись. Я знал, куда они летят, кого заколдовать хотят. Ведь это Женька, мой сосед. Ему пять с половиной лет, а он все ночи напролёт кричит, баянет и ревёт. Не гасите огня, не просите меня, всё равно не усну, всю постель переверну. Не желаю, не могу, лучше к совому бегу. Как этих сов опередить? Как Женьку мне предупредить? Никто не сможет мне помочь. Совсем темно. Настала ночь. Тумана дымка поднялась, на небе звёздочка зажглась. Я дятлу кинулся будить. Послушай, дятел, как мне быть? Мой лучший друг попал в беду, а я дороги не найду. Подумал дятел, помолчал и головой покачал. Никак ума не приложу, слетая мышку разбужу. Сейчас же прибежала мышь и пропищала. Что грустишь? Ведь мой знакомый старый крот прорыл прямой подземный ход. Ты можешь прямиком идти, там не собьёшься ты с пути. Несмотря на темноту, бегом помчался я кроту. Но здесь опять ждала беда. Ход шириной был с крота. Но как в дорогу я пущусь, когда я в нём не умещусь? Придётся я поверху брести. Да как, восьме тропу найти? Тут не помогут мне очки. Но дятел крикнул, светлячки! И прилетели светлячки, такие добрые жучки. И сразу отступила мгла. И я помчался, как стрела. Как скороход, как вертолёт, как реактивный самолёт. Вот я и дома. Раньше сов, обычный Женькин, слышу рёв. Не гасите огня, не просите меня, всё равно не усну. Всю постель переверну, не желаю, не могу, лучше к совам бегу. Я крикнул, Женька, брат, беда, ведь две совы летят сюда. Вот заварил такую тюрьму. И всё я рассказал ему. И Женька сразу замолчал, как будто в жизни не кричал. И больше он по вечерам не поднимает арарам. Как только скажут, спать пора, он засыпает до утра. А совы по ночам не спят, капризных стерегут ребят.